Итак, всем привет, с вами Добгай, продолжаем мы за чейндж лингию играть в эквестри, в прошлой серии мы задавили восстание, в основном воевали с лесом, ну и теперь нам нужно закончить еще, я бы сказал, две ветки этих фокусов, и надеюсь, это даст нам понажимать в эти кнопки, и мы уже прекратим бороться с этим ужасным восстанием, потому что, ну, душ-то нереально сильно, вода сейчас закончилась, поэтому здесь вот она упадет в силу сопротивления везде, здесь вот она будет падать еще долго, поэтому я сюда поставил жесткое подавление, чтобы быстрее вот эту сотку убрать, потому что, ну, мы пауэры, мы сейчас туда очень много потратим, у нас, в принципе, на гарнизон 200 тысяч, благодаря нашим дивизиям, да, у них подавление 95, это просто, ну, безумное число, так что не так много мы тратим, но все равно неприятно, но и самое главное неприятно то, что мы не получаем 10 ресурсов, не растет подчинение, так что сейчас будем продолжать сюда идти, поехали, и вот он ивент, эквестрийская, и не потенциарная служба, окей, можно им дать права, либо у них паприки взять, ну, давайте, когда дадим права, будем все-таки не слишком жестокими, чтобы в теории получить больше всего от кнопочек, да, потому что подавление, я думаю, мы еще здесь где-то получим, ну, и сейчас сюда мы пойдем, сюда, и вот это бы тоже сделать, ну-ка, давайте посмотрим, что здесь, тетерик, копыта, архивы, куча, короче, всего, вот это я вижу, надо нажимать уже под самым конец, давайте тогда пока что вот сюда пройдем, конечно, вот эта армия улучшения мне, но не сильно сейчас нужно, я говорю, вот этот баф очень неплохой, о, здесь, вот это крутая тема, надо, надо это брать, здесь очень много всяких вещей, шанс активности, шанс проникновения, скорость роста, сопротивление, ну, и планирование и пополнение тоже полезно потом нам будет, давайте вот сюда как раз таки идем, смотрите-ка, нам говорят, что мы зря с ними так хорошо обходимся, надо следить за ними аккуратней, ну, будем, будем, пробовать не слишком углубляться, но кнопочки понажимать-то надо, так что надо какой-то баланс найти, видимо, и речь королевы, победа улей в великой войне, отмщением за великую несправедливость, согласен, да, сговор иностранный держав, так и есть, так и есть, и мы, конечно же, спасли всю нашу расу от голода и вымирания, отлично, да здравствует королева, да, давайте как-то мы пойдем, вот сюда динамический модификатор, всем, ага, средний уровень подчинения, выглядит очень сильно, кстати говоря, если я правильно это понимаю, сейчас увидим, ну-ка, пони вылечить жилингов, давайте-ка посчитаем, что здесь вы на балде, а я вне видео, ага, я понял, в общем, пони подарили бывшему промышленнику и на 10 лет туда отправили их работать, подрезали им крылья и сменили им подковы, ужас, ну, такова судьба побежденных, о, военные фильмы, так, Триммель, Триммель, видимо, делал какие-то фильмы, да, судя по названию вента, там что-то ужасное, безумие, ну-ка, мы повысили всех генералов в фильммаршалы, потому что нам нужно больше офицеров, это да, это, конечно, невероятно, на, теперь каждый у нас генерал это фильммаршал, почему бы и нет, фильм, кстати говоря, получается ей понравился, анархия в армии, о господи, и он перестал быть авторитетом, а, нужно, да, создать просто, я вот тоже об этом подумал, что если такая проблема, нужно просто создать новых, больше званий, отлично, ой, у нас, кстати говоря, дали послевоенную эйфорию, плюс полит власть, плюс население, плюс стабильность, плюс защита от смены идеологии и плюс поддержка, ну вот, я еще периодически нажимаю цензуру пресса, чтобы до соски дойти, так что мы, я думаю, скоро времени дойдем до этого момента, вот мы подходим к передовым оперативным базам, что нам очень неплохо поможет, на самом деле, еще тут есть оперативная группа игрей, я не очень понимаю, зачем они нужны, я потестил немножко буквально за, да, так сказать, видео нажимать вот эту кнопку, и здесь появляется решение, которое спаунит вам две дивизии игрей, вот таких вот, они, ну, неплохие, на самом деле, да, 16 фронта, они сильно большие, ну, имеют нормальную вот эту вот поддержку, раз ведро, это так себе, ну, допустим, в принципе, дивизии нормальные, да, такие, и я не вижу, зачем они мне сейчас могут быть нужны, кстати говоря, у нас есть возможность строить ядерные реакторы теперь, и, да, черт возьми, мы будем их строить, и идем мы дальше, 6-й великий улей, не знаю, что это даст, но допустим, и потом уже будет исполнитель империи, мы победили сопротивление Зикория, ну-ка, генеральный план Лебенсраун, что же это такое, так, опять приходит королева сюда, и опять мы делаем всякую фигню, но самое главное, мы сейчас будем планировать новой улей и колонизировать, я уже подвох, и правда, так, два разных города, и знаете, давайте, давайте будем мыслить, так сказать, с размахом Банкувер, не получится, но и ладно, тогда что поделать, ну, идем, как бы сюда вниз, хотя давайте, давайте вот это сделаем уже, будет колонизация, и пойдем потом попробуем сюда, и вот оно, 6-й великий улей будет стоить расходов, сделай так, чтобы это было сделано, я считаю, это отличная фраза, а мы пока что занимаемся другими вещами, тут пошел, кстати говоря, отсчет от этого времени, после которого колонизация будет, я так понимаю, завершена, новые экономические зоны, плюс 1 консолидация, у нас уже 4, давайте где-нибудь еще единичку, пожалуйста, очень хочется уже нажать эту кнопку и минус 10% получить, очень хочется, итак, проблема свободы слова, ух, как сколько, здесь много текста, гвардия и обв ссорятся, нет, ну давайте особо влиятельных пони, конечно же, будем действовать эффективно, а не грубо, идем дальше, расовые волнения в Ванхувере, кто-то проболтался, ну мы, конечно же, сделаем, гарнизону плюс 200%, у нас хватает людей на гарнизон, мы сможем выделить побольше, так что за это нет смысла волноваться, а у нас здесь остается жестокое подавление, как и было, если говоря, почему-то оно не падает особо, очень мало, но вечно дикий лезет дает минус 70%, ну конечно, да, но вот здесь везде тайная полиция, в принципе, отрабатывает хорошо, а вот и вентик, промышленность пони и наугольный чейджлингов, ну смотрите, вот это, как я понимаю, даст нам больше промышленности, здесь больше бафов исследований, у нас фабрик и так достаточно, ну как бы, да, можно, можно больше, очевидно, но у нас куча вот еще этих маринеток, которых я поинтегрирую в один момент, я сейчас, пока у меня нету, как бы, ресурсов все это содержать гарнизонами, они пускай развиваются, плюс где-то всякие фокусы свои делают, кто где-то получает только какую-то промышленность, еще что-то, потом я, возможно, ну скорее всего, это все подинтегрирую через субъектов, видите, я из оленей уже мог нажать, тут вон кристально-протектора тоже потихоньку будут там застраиваться, плюс туда что-нибудь им давать, и они будут за это готовы интегрироваться, вот, так что эти промышленность не такой приоритет, как исследование, идем помощь в восстановлении, ну-ка, саботажа, минус саботажи, плюс ресурсы, да, давайте берем, и надеюсь, что мы дойдем наконец-таки до полосам сферы, мы военную экономику, а, не, можем поставить, окей, хорошо, и продолжаем идти здесь по исследованиям, вы смотрите, что идем, мы идем в механизированное здесь, мы идем в средний танк, но обычный, как там эти, вообще боевый танк, но боевой танк, точнее, уже в современные здесь входим, и плюс, я думаю, параллельно будем в сверхтяжелые тоже выходить, посмотрим, как они себя проявят, и здесь точно так же будем потом пробовать выходить в огромный самолет, но я не знаю, когда это случится, только через 9 лет можно исследовать, я думаю, мы все-таки 9 лет еще играть не будет, но посмотрим, так, действие подчинения, единичка, но это же не то, да, да, это совсем не то, нам нужна консолидация оккупации, так, новое соглашение у нас есть, ага, тут, короче говоря, просто куча разных пунктов, полностью его бизнес становится зависимым, тут какой-то бизнесмен, бизнесмен, он, видите, он, так если принимал займы, да, то есть им в толк производил оружие, но вот так вот и надо, не тех, кто выйдет, выбрал, вот, но у него не было другого выбора, кроме этих денег теперь, так будет только лучше, конечно, лучше, берите все наши займы, так, восстановление, это ракет готово, сделано в Мейнхэттене, богатство коррестри, о, неплохо, хотя у нас и так всего снаряжения хватает, потихоньку фокусы кончатся, господи, где, где мне найти еще эту ничку, это очень неприятно, что в метах не пишется, что, что вам дастся, да, вот мне нужно еще одна консолидация оккупации, что из этого это даст, неизвестно, вам нужно только догадываться, да, получается, здесь вот вроде его нету, ну да, то есть здесь может где-то есть, но я, я, давайте поверим и пойдем вот сюда, скучное совещание по бюджету, колонизация будет остановлена, так, слова не покинут эти комнаты, ох, это очень-очень ужас, вы что, нереально это отменили, эх, полетели бы голову, да только мы не можем, так, будет сделано во имя королевы, конечно, но только не была бюрократия, ну мы пойдем по, я думаю, по мирному пути, надеюсь, это нам поможет как раз-таки подчинение сотрудничества докачать, так, а теперь у нас, я вижу, открылась новая механика, и мне это не нравится, ну-ка, ага, смотрите, это армия, то есть наша армия слишком большая, для того, чтобы поддерживаться, я так понимаю, ну, смотрите, мы можем еще их синтезировать, смотрите, это еженедельно, а это, это 0,2 за 140 дней, это же жутко, мало, ну, я так понимаю, надо нажимать эти кнопки, и и нам, на самом деле, надо сокращать армию, видимо, что я могу на это сказать, значит, смотрите, ягера остаются, но вот одна пехотная армия точно отваливается, вот резованная армия отваливается, вот этот парень станет у нас, я думаю, танковым фельдмаршалом, он как раз повышен, так что пускай. Кто-то переходит к этому в командование, вопрос, вот этих тоже снабжаем мы? Да. Снабжать теперь мы не будем наших этих вассалов, потому что если они становятся нашими дивизиями, то мы тоже на них тратим, это то, что нам не надо точно, получается, я зря удалял себе вот эти войска, ну ладно, переобучим, если что, это не проблема, нас времени, гора. Ну-ка. Тут, конечно, идут споры, да. Какие-то убедительские королева. Ну, слушайте, а он может? Может, мы-то примем именно его, потому что я подозреваю, что вот это вот вряд ли пойдет нам на пользу. Так, ну-ка, норма для маленьких пони. Он смог новый протокол уменить. Отлично. Получается, повезло, повезло. И вот символский протокол теперь у нас есть. Отлично. О, одна консолидация оккупации. Вот оно. Вот мне бы так везде писали. Почему это так везде не пишется? Мы наконец-таки консолидируем нашу оккупацию. Господи. Мы дожили до этого момента. Успешный сбор. Урожай, отлично. Ну-ка. Ничего страшного не произошло. Да, да. Получается отлично. И мы там сейчас симбиотический манифест какой-то должны были разблокировать по кнопке. Вот он. Отлично. Возможно, это будет уже нам полезно. А мы идем в сверхтяжелые танки. Итак, у нас тут даже сразу два ивента. Один король на партии умер. Как он там обучил? А, подожди, обучил. Там же не тот парень в власти. Так что ладно. И вот промышленность любви. У нас... Да, есть консолидация оккупации. О, Господи. И все. Подождите, почему остальные кнопки пропали? Они еще появятся, я думаю. Или достаточно было всего лишь одного до пяти поднять? Очень странно. Ну, допустим. Так, что здесь у нас есть за кнопки? Давайте посмотрим. Рост населения. Вот это выглядит интересно. Производительность. Тоже интересно. Темпы исследований. Вот это вот все так себе. Ну, короче, вот это всего две кнопки. Наверное, мы будем нажимать. 5% на 180 не так, что и сильно. Так, и плюс топ-ресурсик. Приятно. Ну, а мы идем дальше, что ли? Ну, думаю, да. Что у нас здесь? Давайте вот... Вступительный съезд. У нас будет исследовательский договор. Мы получим бонусы к исследованию от других стран. Будет полезно. Все, кнопки вернулись обратно. Так что нет, я все правильно понимал, что надо все три сделать. Потому что здесь минус 10. Вот видите, потом... Еще минус... Видите, мы вот эти вот по минус 10 дадут. И потом будет кончащая финальная кнопка на финальный минус 10. Я подозреваю, что это будет как-то примерно так. Но уже лучше, уже лучше. Господи, уже 30 всего лишь. Уже можно жить. И уже, я думаю, можно даже сделать вот так. Комиссариаты поставить. Ну, смотрите, где-то... Да, да, нормально. Уже можно. Уже пускай подчинение растет. Хорошо. Вот здесь мы комиссариаты просто не можем поставить. Так что да. Ну, где можно, пускай там и будут. Вступительный съезд. Давайте... Армия, промышленники, королевская гвардия. Давайте королевская гвардия. Поощряем верность. И идем... Давайте вот этот манифест. Посмотрим, что там такое. Видимо, его можно было, кстати говоря, не разблокировать, если мы пошли сюда. Либо вариант... Видите, здесь просто есть вот эти вот кнопочки, которые появляются. Возможно, если мы идем по другому пути, они появятся другие. А может, мы просто сделали все правильно, и они у нас появились. Так, гвардия появляется, добивается своего. У нас появляются новые бронепоезда, которые как раз-таки и требуют себе сверхтяжелые танки. Но мы себе их будем строить просто независимо от них. Просто потому, что я хочу поиграть с сверхтяжелыми танками. И я, скорее всего, буду совмещать и вот эти вот с этими. Но это не точно. Посмотрим. Просто, скорее всего, вот эти будут слишком медленные. И отсюда скорость будет вообще неэффективной. Но я могу им скорость не давать. Моим вот этим вот посмотрим сейчас. И у нас атомные бомбы появились. И у нас уже есть ядерные реакторы, да. Так что теперь мы поедем их строить. У нас все еще есть, кстати говоря, гонка ядерная. Судя по всему, нет. Окей, так. Новые жильцы. Давайте-ка почитаем. Что-то очень непонятное, но дает плюс один почтение, так что ладно. Ну-ка. Вот это уже выглядит интересно. Положение чейджлингов. Они там изучали. И они считают себя паразитами. Давайте попробуем. Попробуем это сделать, поделиться мнением. Надеюсь, это не приведет ни к чему сильно страшному. И я так полагаю, вот эти оставшиеся четыре кнопки я уже нажму справа. Да. Но давайте уже дойдем вот до сюда. Давайте-то. Хотя. Ну, они 100% уже справа, да. Хотя там есть сотрудничество. Давайте-давайте доделаем, чтобы уже точно было. Вот это только я вижу, здесь нет ивента. Поэтому давайте вот это за эти две кнопки сделаем. И потом сюда пойдем. Короче говоря, ученые хотят сделать... У нас симбиотами, а не паразитами. Щит любопытно, по крайней мере. Узнаем сейчас, к чему это приведет. Я чувствую, что вмешается королева. И опять она... Все... Все сломает, все помешает. Ну, еще узнаем, что будет. Последний довод. Это мы сделали первую атомную бомбу. Как? Технически первую мы вот сюда сбросили, да? Ну-ка. Технологии приносят победу. Это точно. О, и у нас открылись, наконец-таки, колонии. Давайте их нажимать. Всех. Отлично. Я этим очень доволен. И, кстати говоря, можем на фоне этого сделать вот вещь, чтобы побольше политки. Но собирать все равно нам пока здесь ничего больше другого не нужно. Так, и вот корпус реквизирования. Ага. Просто 0,5. И все. И это все. Ну, пользовался весь процент. Окей, ладно. Но все равно это все вопрос остается. Ну, давайте. Блестящее будущее. Давайте верим, что здесь еще будет хоть что-то. Итак, вот оно, блестящее будущее. Будущее снова на настоящих сторонах. Да вы что? Нет. Мы всемирно дружим. Проденем гости. Ага. Я понял. Ладно, идем. Идем теперь вот сюда. У нас появились сверхтяжелые танки. А, наверное, я буду делать не первые, а... Хотя, можно и первые тоже делать. Давайте создадим нашего монстра. Четырехместное орудие. Можно четырехместное орудие поставить. Вы представляете? Что это даст? Даст просто тонну прорыва, да? И минус тонну надежности. Плевать. Мы все в надежность и все в статы. И, я думаю, вот такой вот монстр нам, наверное, подойдет. По крайней мере, на первое время. Вот дальше его... Не сильно я хочу ему двигатель капать в угоду брони, да? Хотя, вот так еще мы можем. Давайте еще подумаем, знаете что? Сколько мы можем дать надежности еще роты. Верно? И здесь 5%. Давайте сейчас посчитаем, сколько вот мой вот досюда. Даже, наверное, вот досюда. И, на самом деле, смотрите, это 25 бонуса вот досюда. Так что мы можем вполне себе делать 75 и даже чуть-чуть меньше. Ну, вот это наш максимум, я подозреваю. 182 брони. Да, я ставлю на него, видите, здесь сверхтяжелую гаубицу. Можно поставить сверхтяжелую пушку. Но это у нас будут именно, так сказать, передвижные форты против пехоты. Так, встреча с новым губернатором. Ну, здесь, видимо, ничего такого сильно нового, верно? Ну, да. Кто за нового губернатора? Генерал, майор. И что мы хотим? Наверное, слева пойти. Все сопротивление. Ну, давайте влево, да. И я так подозреваю, у нас течение растет прям теперь хорошо, верно? Крестер, да, 43, 13, отлично. Здесь тоже потихоньку спадает. Только вижу, что в Зикоре все еще все хренало. Но это вот, да, здесь ничего с этим не поделать. Блин, интересно. Гвардия просит больше войск в шахтах. И они говорят нам как можно меньше. Блин, вот здесь вопрос. Но я думаю, мы хотим знать. Я думаю, мы хотим знать. Может, он точно не хочет знать, но мы хотим знать. Однозначно. Кстати говоря, колонии здесь уже, видите, заканчиваются. У нас уже есть. Так, агентство. Вот, колонии поселенцев. А это еще агентство. О, так это еще у нас вот здесь вот. В всех провинциях. Круто. Точно, я об этом уже и забыл. Но здесь появляются колонии. И это прям реально полезно для нас. Так, тут интересная вещь. Сторонники Преводсодства. Вещи сопротивления притона наркоманов. Явно да, все что-то связано. Регирование или копыт на землю. Ну-ка, что это такое? Да, мы не можем оставлять себе что-то без контроля. Однозначно. Смотрите-ка, нас приглашают. Посетить. Мы пытались их атаковать, но, видимо, не очень получилось. Но нет, мы должны справиться с ними обязательно. Отель Калихорния. Ну-ка. Короче говоря, происходит операция И. Где группы? Правда, команды. Сажались сопротивления? Отлично. Подавление сопротивления. Супер. Плюс одна ячейка. Еще нужна одна туда. Так, архивы берем, да. Чего-то сюда и две сюда, пожалуйста. Так, опять что-то странное. Новый вид любви. Так. Ну-ка, ну-ка. Блин, события, куда я селил ссовать нос, звучит очень опасно. И я все-таки решил, что мы пойдем. Я немножко чуть-чуть забежал, посмотрел, чтобы нам за это ничего сильно страшного не случилось. Все вроде не случится. Вот. Параллельно еще архивы делаем. Ну-ка, сейчас пойдет серия винтов. Туда не селил ссовать нос, в общем-то. Они держат какую-то пони. Я не разбираюсь, это серийное. Я только знаю по фокусам где-то все. И здесь держат очень важную шишку, которая типа очень сильна. Так, технологии получаем хорошо. И потихоньку выкачивает из нее энергию. Так, опять подальше. Вот мы ее находим. Ужасно. Но она пытается говорить, что там они могут тоже быть хорошими ребятами. Но нет, нет. Они они абсолютно верны Рою. Единственное, что мне что мне показалось странным, это то, что однажды мы найдем способ помочь. И нет, я не собираюсь. У нас здесь только одна идеология верная. Это вот это вот наша. Могут ли чайники измениться? Нет. Не надо. Среди элиты общества. Ого. Предложение плюс военнопленных. Они что будут сыграть для для коронации королевы. Господи. И я думал, посмотри, что там будет. Но давайте давайте будем. Концерт для военнопленных не повредит. Здесь мы в итоге не придем к какому-то случайному пути гармонии по этим выборам. У меня начинает складываться впечатление, что это возможно. Предупреждение от ООБВ. Ага. Ну-ка. А, нам рассказали среди внутреннего надзора. Да, они узнали то, что мы побывали в пещерах. Наверное, это не стояло делать? Так, во-первых, старые добрые деньки. Это, я так понимаю, таталот у нас делает, да? Хочет собрать свою бывшую дивизию, давайте. И что таталот? Ага, ООБВ. Так, найти способ помочь. Нет, нет. Не надо. Ничего не заделать и не надо делать. Так, собираю старую команду и концерт за ключей проволокой. Так, я понял, он собирает их, чтобы себе помочь, и концерт это как раз для заключенных. Плюс политласти, плюс подчинение. Так, я вам отвечаю, сейчас под конец произойдет какое-нибудь восстание этого чела гармонистов. Надеюсь, надеюсь, не будет нам троллинга. Ну и вот, мы формировали этот вот 96-ю. Так, это не очень понятно, что происходит, но, видимо, они там промерут какую-то гвардию. Давайте в день коронации, да. Давайте, наверное, вот это сначала сделаем. На всякий случай. И можно я уже вот эти три кнопки получу? Что здесь это за три кнопки? А здесь пять фокусов? Шесть. И это не дает точно, вот эти два не дают ничего. То есть, мне за эти пять фокусов надо получить три кнопки. Очень ненадежно. Что же делать? Надо использовать все, что есть. Статус кво. Давайте, не должен являться в правильном положении вещей. замок дружим, мы сейчас будем пытаться сломать замок. Да. Так, они попробовали сломать его, но не получилось. Идем больше взрывчатки. Давайте. И взрывчатки все еще не хватило, верно? Ну да. Последний довод королевы. Ну-ка. Сто тысяч фугастых срядов. Это сработает. Да, это сработает. Поехали. Так, ну-ка. Понял, не получилось, да? до начала Великой Войны. Как уничтожить эту штуку? Бомбардировщики? Но личная война не закончилась. Продолжаем дальше. Так, много предложения королевы. Стоит запутаться еще ущерба. конечно же. Сами разрушить замок. Поехали. Так, и они готовили энергию, да? Но на этом все закончится. Я тоже надеюсь, в итоге это бесполезный фокус на 70 дней, но хотя бы здесь, наверное, будет хоть что-то. Кстати говоря, у нас уже мэн-пауэр, видите, подрос. У нас, в принципе, наше население коренное стало 46 миллионов. И, так как, я так понимаю, подчинение уже очень выросло, ну да, так и есть, то мы уже кучу мэн-пауэр отсюда получаем. Замок, милый замок, ну-ка. И просто политку получили, господи, а можно нам, ну, разобраться с вот этими дебафами как-нибудь. Так, нажимаем кнопку, как обычно. Вот этими дебафами можно разобраться, пожалуйста. Так, злая, видимо. Так, ну, нет, нет, я думаю... Нет, не надо, не надо. Мы попробуем нормальным путем. Хотя говоря, у нас здесь вот готово уже нажать. Ну, штука, так что нажимаем. Так, ну-ка, доверяйте при охоте на ведьму. Хватит от страха, да-да-да. Окей, плохое яблочко. Ну-ка. Ну, в общем-то, интересно. Ничего интересного, идем дальше. Ну, я так понял, это была какая-то пони, которая всем была другого характера, теперь она делает для нас что-то надо в эту промышленность. Так, она еще и элемент честности, да. Ну-ка, давайте посмотрим. Очень интересная диалогия. У нас есть надежда. А для нас есть кнопочки вот здесь вот нажать, ребята, надежда, это круто, а кнопочка вот здесь вот кто будет нажимать. Вторые шансы, ну-ка. Пожалуйста, кнопочки мне дайте нажать. Ивенты крутые. Где, где единицы? Все идут ивенты, огнеметы, толпа. Очень круто. А мне не дают добить сопротивление. Так, ну-ка, что здесь такое? Так, а, идет коронация. А, может быть, можно было сделать типа что-то одно, нажать коронацию и это уберет все остальное? Надеюсь, я не останусь вот с этими вот депафом на всю оставшуюся игру, потому что, ну, это ненормально будет. Так, давайте вот эту часть парады все-таки отменим. Мы все-таки пытаемся построить более-менее такое общество с понями, где они чувствуют, что у них все не так плохо, хоть это и иллюзия. Давайте не будем выпускать военопленных перед танками. Ну-ка, вот оно, признание, что-то такое. Капитан Гвардии хочет доставить бомбу. Как понимаю, мы предотвратили что-то, нечто плохое нашими кнопками. так, ну-ка, здесь сложнее слов. И он выпустил. Небо? Достабельность мне сдалась восстановление? Так, мой герой, окей. И это все. Дебаф там снимут. Так, все разваливается, на жизнь продолжается. так. Так, ну-ка, прямой, который нашим подданным. Отданных? О, это что-то интересное. Крати говоря, мы строим сверхтяжелую самоходную артиллерию. Давайте, поехали. Падки фабрик. Сколько они стоили? 15 ТНП. Жесть. Реально, жесть. Так, это уже, кстати, вот, как раз-таки последние фокусы. Обстрел с ледоточевым газом мы получили. И давайте-ка вот сюда. И взяли мы военное производство. Дебаф пока что так и не исправили. и остается нам последняя кнопка отсюда. И все еще я нигде не вижу вот этого. Видимо, все. Видимо, мы реально теперь с этим и остаемся. Я еще погуглю, но походу, да. Первое железнодорожное орудие сарифа. Это просто обычное железнодорожное орудие. Это даже не вот это. Блин, ну это неинтересно. Дровяные же воронки. Это все. И вот и решение, и мы закончили. Собственно говоря, со всеми нашими фокусами подчинения. Куча на ресурсы у нас теперь есть решений. На самом деле приятных, но я буду все интегрировать, так что без разницы. И да, это все. Так что, ребята, с вами был Допгай. Я не знаю, буду ли еще продолжать эту игру. Наверное, да, но не уверен. Я думаю, на этом можно на самом деле даже закончить наше прохождение. Объединили мы весь континент, подавили восстание, кнопки эти не донажимали. Еще давайте паузу сниму, вдруг какие-то ивенты прилетят, но судя по всему уже нет. И да, на этом все. Потому что на восток мы можем высадиться, но у нас нет на это фокусов, поэтому я бы оставил все вот в текущем состоянии. Так что подписывайтесь, если еще вдруг не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Пока.